Привет, друзья! Вы на канале Маленький сад на краю Вселенной. И сегодня расскажу вам о своем способе укоренения голубого можжевельника и других хвойных. Покажу результат и расскажу о точных сроках, когда делать такое укоренение для лучшей приживаемости. На моем маленьком участке на краю Вселенной растет много хвойных. Более 40 штук и где-то даже более, возможно, 12 сортов. От Туи Смарагд до Казацкого можжевельника. Ну и самых различных вот таких интересных можжевельников и кипарисовиков. Где-то в начале мая я обстригала свой растущий вертикально стерющийся можжевельник. Вот такой голубой. Я показывала видео, как я его формировала и каким образом он растет вот такой несуразной елочкой. Мне пока нравится ее вид. В комментариях писали, зачем вы издеваетесь над этим голубым можжевельником. Другие комментаторы меня защищали и говорили. Боже, посмотрите, тут не только с растениями экспериментируют. Будут они расти. Тут голых кошек выводят. А вы тут стенаете над каким-то можжевельником, который растет вверх. Они стерятся по земле. О сроках укоренения у любых хвойных у нас в Беларуси. Ну, эти сроки, я думаю, будут с каким-то там пару дней туда-сюда будут подходить и для других регионов. Вот эти, например, елки, ну не елки, а называю их елками Туи и Смаракт, я черенковала сама. Как видите, они уже выше моего роста. Здесь растут и другие хвойные. И расскажу, какие сроки лучше черенковать. Первый срок это февраль-март, когда хвойные пребывают в состоянии вынужденного покоя. Второй этап в конце апреля, когда начинается рост побегов. Третий этап для заготовки и укоренения любых хвойных. Это конец июня, начало июля, когда начинается вторичный рост побегов. Ну и четвертый в середине июля и начале августа, когда идет затухание роста вторичных побегов. Конечно, лучше всего при укоренении хвойных пригнуть лапу, как я показывала вам в видео, как размножить можжевельники большими лапами. Вот она у меня растет пригнутая и должна, вернее, скорее всего, уже дала корни за полгода. Но не всегда мы имеем возможность размножать таким образом, там, пригибанием и пришпиливанием веточек хвойных. Ну и приходится делать, брать какие-то побеги на размножение и уже самим заниматься черенкованием. Ну а теперь подробно, как я черенковала. Вот здесь у меня место под огромной туей смараг 30-летний. Такое затененное место с восточной стороны, где солнышко попадает только утреннее. И вот свой горшок с черенками голубого можжевельника я поставила прямо в эту крону туи, чтобы солнечные лучи не попадали на мои саженцы. Здесь у меня череночник. Попробовала кипарисовик горохоплодный укоренять просто вот в земле. Я даже никто не поливал, и я посмотрела, он, оказывается, отлично укореняется. Просто дал корни без какого-то там череночника в обычной земле. Здесь у меня самшиты втыкнуло месяца два тому назад. Правда, их редко кто поливает, но самшиты хорошо приживаются. В этом году они могут не прижиться, но они вот так перезимуют без укрытия, без ничего, и могут приняться на следующий год. Вот уже какой-то калюс у них появляется. Ну вот, переходим к можжевельнику голубому. Значит, я ни разу, ну, может, раз или два за все время, где-то с начала мая не открыла вот этот пакет. То есть горшок с черенками у меня был накрыт довольно плотно. Не настолько плотно герметично, а вот просто плотно, чтобы не испарялась влага. Я долгое время отсутствовала по месяцу дома. За ними, естественно, никто не ухаживал за этими черенками. Полила я, наверное, всего один раз. Ничего не проветривала. Ну и полила так мало, потому что испарение влаги не происходило. Было закрыто тепличкой. Давайте посмотрим на результат. Есть тут что-нибудь или нет. Честно, сама особо не смотрела. Ну и вот с мая месяца вот такая корневая у голубых можжевельников. Этот не дал. Корешка отказался. Сама не смотрела, скажу честно. Здесь идет, вот корешки пошли. Вот здесь корешок пошел. Сейчас расскажу вам, какой влажности земля. Вот такая корневая. Хорошенькая. Этот не прижился. Ну, нарезала, как видите, такие и небольшие, и более такие толстенькие корешки. Так вот маленький и самый тоненький не прижился. Так что лучше не портить все время и место вот на такие тонкие, которые не на запасе, или вот необходимых питательных веществ, которых хватит для укоренения. А вот смотрите, черенок потолще. И вот какая корневая система. Ну, как видите, я брала где-то черенки длиной по 10-15 сантиметров, очищала вот хвою вот эту и опудривала корневином. И сажала в очень рыхлую землю. Вот какая отличная корневая система. Есть те, кто отказался, но смотрите, один за одним. Выбираем саженцы. И смотрите, какая хорошая земля, довольно влажная. Смотрите, все практически за исключением самых тоненьких. Так что берите. Тоже вот плохо, что очень длинный я взяла и сильно заглубила. Вот корни не очень хорошо появляются. Ну, результат, смотрите. Сейчас скажу вам результат. Раз, два, три, четыре. Четыре вот этих самых тонких черенка, самых слабых, не укоренились. И здесь около практически десяти черенков укоренены. Так что следуйте каким-то срокам. И такое простое, совершенно нехлопотное способ, когда не надо ни проветривать, ни опрыскивать. И я, как сказала, полила где-то только один раз. Я боялась перелить, потому что, чтобы не загнили, черенки полила где-то только один раз. Вот земля такая, она влажная, но не мокрая. Я думаю, у вас тоже все получится. Ну, а ссылку на статью, когда лучше всего черенковать хвойные, я вам дам. Спасибо. 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 Спасибо.